МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередей в детские сады практически не осталось. В городской администрации подвели итоги работы за два года. Инженерные кадры как основа развития экономики страны. Рязанская делегация вернулась после участия на Всероссийском форуме. А теперь обо всем подробнее. Вчера сразу в нескольких местных средствах массовой информации появилась информация о смерти инвалида в селе Исте Старожиловского района. По сведениям журналистов, одинокий инвалид Владимир Дубровин хотел собрать справки для получения инвалидности и дальнейшего устройства в интернат. Однако, возможно, из-за бюрократических проволочек собрать необходимые документы у него не получалось. По информации газеты «Мещерская сторона», инвалид был одинок. Ухаживали за ним односельчане, которые не могли делать это постоянно. Инвалидом Владимир Дубровин стал после того, как в 2011 году его сбила машина. В результате аварии он получил травму позвоночника и его парализовало. Сейчас по факту смерти Владимира Дубровина рязанские следователи начали доследственную проверку. Принимая во внимание, что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за халатность действий должностных лиц, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка по опубликованной в средствах массовой информации сообщению о смерти инвалида. Следователи проверят указанные факты и дадут правовую оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будут приняты законы и обоснованные процессуальные решения. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев также поручил разобраться в обстоятельствах смерти инвалида Владимира Дубровина, министру соцзащиты населения региона Вере Глонти. А теперь к городским новостям. В администрации Рязани сегодня подвели итоги работы по программе реконструкции и ремонта детсадов за прошедшие два года. Благодаря ей очереди в городские дошкольные учреждения практически исчезли. Подробности отчета в репортаже Оксаны Тебенихиной. На протяжении последних двух лет в нашем городе велась активная работа по реконструкции и строительству детских садов. До 1 января 2016 года необходимо закрыть очередь в дошкольные учреждения, и Рязанское руководство справляется с этой задачей. Сравниваем с 1 января 2013 года. 1 января 2013 года это 20 тысяч детей дошкольников, 20 тысяч 75. Ну 20 тысяч будем считать детей дошкольников. 1 января 2014 года это 21 тысяча дошкольников, и ноябрь, сегодняшний день 2014 года, это 22 500 детей, посещающих детские сады. То есть мы вот за такой небольшой, за полтора года, за такой небольшой промежуток времени, мы в общем-то 2,5 тысячи мест ввели. Та очередь, которая остается на сегодняшний день на 90%, состоит из желающих поменять детский сад, чтобы водить малышей в учреждения, находящиеся поближе к дому. Особо актуален этот вопрос для жителей Московского района и Кольнова. К сожалению, конечно, вот решить проблему в шаговой доступности 100% не удастся однозначно, потому что застройки идут в городе разными темпами в разных районах, и обеспечить местом в детском саду рядом с домом будет трудно. Нельзя забывать о скором открытии детского сада на Братиславской. Эта улица абстрагирована от других районов города, и добираться до ближайшего садика весьма затруднительно. На Братиславке полностью благоустроена территория, ведутся внутренние работы и обработка фасада, вентилируемый фасад монтируется. Это с бассейном, один из самых больших тоже садов на 313 мест, он планируется. Детский сад, новой планировки такой нет у нас в городе. Мы собираемся в этом саду широкомасштабно открыть группы для двухлеток, чтобы на весь железнодорожный район решить эту проблему по двухлеткам. Заводим туда инклюзию, проблему эту. Помимо этого собираемся такое нововведение, откроем тайну, нет? Робот такой существует, который в течение дня перемещается из группы в группу и наблюдают, и родители через интернет в любой момент могут подключиться и посмотреть, что делают их дети. Ну, конечно, по местонахождению робота, то есть не каждого ребенка в любую минуту, а вот там часы, допустим, присутствия в группе есть, и он по этажу перемещается, и родители смогут посмотреть. В следующем году администрации города планируется сократить очередь для двухлеток. На сегодняшний день своего места в ясельных группах ждут почти 3000 малышей. При этом количество групп в детсадах выросло с 59 до 68. Впереди еще много работы, но руководители города взяли хороший темп. Следующая информация наверняка заинтересует рязанских пенсионеров. Работники пенсионного фонда сообщают о тех изменениях, связанных с получением единовременных выплат. С 1 января в пенсионной системе вновь произойдут изменения. Граждане, имеющие право на единовременную выплату пенсионных накоплений, смогут обращаться за ней лишь через 5 лет со дня предыдущего обращения. До сих пор накопления можно было обналичивать каждый год. Изменения в законодательстве касаются граждан, которые участвуют и в государственной программе с финансовой накопительной части пенсии. То есть имеется в виду, что если граждане, неработающие пенсионеры, тоже участвовали в этой программе, платили дополнительный страховой взнос на накопительную часть пенсии, тоже они имели право ежегодно обращаться и получать, допустим, перечислили 12 тысяч, государство увеличило в два раза эту сумму, то они через год могли обратиться и получить эти 24 тысячи. То на сегодня, с 1 января 2015 года, законодательство тоже урегулировало этот вопрос и разрешает гражданам, которые участвуют в государственной программе с финансовой накопительной части пенсии, обращаться за повторным получением вот этой частички тоже только через 5 лет после предыдущего обращения. Далее информация от рязанских полицейских. По горячим следам оперативники задержали злоумышленников, укравших металлический гараж у жительницы села Дядьково. Они воспользовались недолгим отсутствием хозяйки, ночью распилили гаражный бокс и вывезли его с участка, а повязали злоумышленников на пункте приема металлолома. Работая по проверке заявлений, полицейские обнаружили похищенное в одном из пунктов приема металлолома. Выяснилось, что распиленную конструкцию сдали сюда двое местных жителей. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое 19-летних молодых людей, ранее неоднократно попадавших в поле зрения полиции. Злоумышленников задержали. Они признались содеянным по факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование. На прошлой неделе прошел слет рязанских волонтерских отрядов. Там студенты представляли и обсуждали в основном общественно значимые социальные проекты. Кстати, то мероприятие посетили и представители бизнеса, которые определили ценность каждого из предложенных молодежных инициатив. Ну а во Дворце молодежи прошла встреча студенческих отрядов. В Рязанском дворце молодежи прошел 15-й областной слет студенческих отрядов, организованный региональным Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 55-летия Всероссийского движения студенческих отрядов, а также десятилетию российских студенческих отрядов. За 55-летнюю историю десятки тысяч рязанцев стали участниками мощного движения. Молодежь Рязанской области участвовала в освоении целинных земель, возводила промышленные предприятия, заводы и электростанции. Современные стройотрядовцы достойно продолжают традиции старшего поколения. В рамках торжественного мероприятия студенческие отряды презентовали свою работу видеороликами и творческими выступлениями на сцене. Мы волонтеры из РДМ. А что сегодня здесь делаете? Сегодня проходит представление отрядов волонтерских нашего города, и мы организаторы помогаем. Ну, отряды, как правило, будут представлять свои лагеря, в которых они работали, ну, как это проходило раньше, и, скорее всего, будет проходить сегодня. И мы тоже будем представлять один лагерь, который находится в нашем городе, ну, и заодно помогать, опять-таки, проводить само мероприятие. И как вы будете представлять этот лагерь? Танцами и презентацией. Бойцы, командиры и комиссары студенческих и молодежных трудовых отрядов, которые показали высокие результаты в ходе работы, были награждены благодарностями и знаком губернатора Рязанской области, а также ценными подарками и почетными грамотами от Рязанской областной думы и регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. Также в рамках слета были подведены итоги третьего областного конкурса видео- и фотопрезентаций студенческих и молодежных трудовых отрядов. Проблемы обучения трудоустройства и повышения квалификации российских инженеров именно такие темы обсудили на круглом столе Всероссийского форума «Металл-Экспо-2014». На этом научном форуме побывала и рязанская делегация. 11 ноября в Москве начал работу форум «Металл-Экспо-2014», собравший участников из более чем 30 стран мира. Сегодня у нас открывается 20-я юбилейная выставка, в которой вы все активно принимаете участие и уже принимаете в 20-й раз. Это уже 20-я выставка, и несмотря на санкции, форум становится еще масштабнее. Что касается рязанских компаний, то здесь можно говорить о перспективности нашего региона и развитии в Рязани инновационного промышленного производства. Как депутат Государственной думы фракции ЛДПР от Рязанской области являюсь членом Комитета по промышленности. Я считаю, что для Рязанской области это очень перспективно и важно, потому что Рязань, на мой взгляд, может сегодня зарабатывать тремя направлениями сельских хозяйств, туризм и развитие промышленности ее восстановления. Выставка «Металл-Экспо» говорит о том, что санкции настолько подталкивают к тому, чтобы продемонстрировать всему мировому сообществу нашу возможность конкурировать. Мы сегодня на круглых столах как раз и будем говорить о повышении уровня кадрового потенциала на предприятиях промышленного комплекса сельхозмашиностроения, оборонно-промышленного, металлургии, в том числе, о которой мы сегодня говорим. И я очень рад, что мы сегодня с нашими коллегами, депутатами фракции ЛДПР в Государственном думе, именно посещаем рязанские выставки, стенд для того, чтобы в том числе рекламировать нашего регионального партнера. В рамках форума состоялся круглый стол, на котором обсуждалась концепция закона о профессиональных инженерах. Профессия инженера должна стимулировать развитие всех инновационных элементов в каждой отрасли, в том числе и металлургии. Мы считаем, что все-таки нужно повернуться к роли конкретного инженера. То есть мы говорим о чем? Что результатом любой промышленной продукции, строительства, что вы хотите, основой является инженерная мысль. Чем эта мысль глубже, продуманнее, проработаннее, чем она внятнее изложена и передана окружающим, тем надежнее, безопаснее или экономически эффективнее будет результат. Вкратце суть закона состоит в следующем. Квалификацию «Профессиональный инженер» человек может получить лишь после разработки нескольких авторских проектов, трех- или пятилетней работы в качестве инженера на предприятии, а также стажировки в большой производственной международной компании. Я считаю, что этот закон, он действительно должен быть принят. Потому что если мы принимаем закон о промышленной политике, и мы настраиваемся на то, чтобы промышленность нашу восстанавливать и развивать, мы, соответственно, должны поднимить этот закон грамотными специалистами. Не секрет, что в 90-е Россия потеряла свой инженерный потенциал. Теперь пришло время вернуть инженерное образование в авангард промышленного рывка страны. Артем Бухвалов, Алексей Руденко, телекомпания «Город». Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал внештатный специалист-офтальмолог Министерства Рязанской области Андрей Федотов. Речь пойдет о лечении заболевания зрения. На сегодня это все, и до встречи в эфире.